Если хочешь погрузиться в мир игрушек и крутых прохождений, тогда тебе сюда, Game Channel Chase. Здесь ты увидишь прохождение самых разных игр на твой вкус. Ссылка в описании. Приятного просмотра, броу. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Когда газоны были зеленее, пиксели крупнее. В общем, сегодня мы вспомним игру под названием PES 2009. И так как в основном меня смотрит мужская аудитория, то я решил привлечь немного женской аудитории и поэтому сделал себе такой небольшой разрез, эдакое декольте. И тем более я думаю, что ни одна женщина просто не устоит перед моей божественной улыбкой. И сейчас, когда вся женская аудитория просто сражена на повал моим обаянием и улыбкой, то я с вами, с мужиками поговорю о футболе. Итак, PES 2009. Именно с этой части началась моя любовь к данной серии. Правда, потом вышла 14-я часть и вся моя любовь была просто растоптана, растерзана, закопана в деревенском туалете. Правда, потом вышла 15-я часть, но все равно, знаете ли, такой осадок остался. Это все равно, что у вас была любимая девушка, а вы с ней очень долго встречались, любили друг друга, но потом она взяла и изменила вам с цирковым карликом из цирка уродов. И потом она к вам вернулась, но все равно от нее воняет слонами и цирковым карликом. Ладно, это все, конечно, очень грустно, но сегодня мы говорим о PES 2009. Итак, меню. Ну, PES в плане оформления всегда была слабее, чем FIFA, и в этой PES тоже меню не самая сильная часть игры. Ну, оно сделано довольно-таки скудно, плюс шрифты просто ужасные, просто уебищные, особенно те, что вот внизу. Я не знаю, это только в русской версии такой кошмар вырвиглазный или вообще везде. Но вот то, что вокруг, оно весьма симпатично, то есть прикольные, яркие картины футболистов. Так что, либо в Konami завелся свой Пикассо, либо в мозгу главного художника завелся Глист из недоваренного суши. И он управлял этим художником, потому что картины весьма сюрреалистичны. И, кстати, в этой PES впервые появился режим лицензионный, режим Лиги Чемпионов. Но, в принципе, я никогда на лицензии не дрочил, поэтому мне было, в принципе, все равно. И если вдруг вы спросите Антона, а почему именно девятая PES тебе так запомнилась? Дело в том, что именно в эту PES я с друзьями играл очень долго и очень часто. Почти каждую неделю в школе мы раза два-три собирались друг у друга и устраивали турниры на четверых. И в основном мы играли за три команды. Это либо Интер, либо Барселона, либо Манчестер. Я, как фан Реала, за Реал почти и не играл, потому что там были в нападении не Стеллрой и Рауль, которые были очень медленные. А в этой PES очень многое решала скорость. Ну и давайте такой небольшой урок ностальгии. Я вам расскажу, почему именно эти три команды мы выбирали и чем были крутые их составы в далеком 2009 году. Интер. Тут все решало нападение. То есть пара нападающих, Адриана и Ибра, это была просто бомбезная парочка. Потому что у Адриана сила удара была 95. То есть просто берешь Адриана, бьешь им почти с любой позиции, это гол. И если вдруг вы такого парня не помните, то, конечно, сейчас Адриана это не футболист, а толстый пингвин, который ничего не умеет, кроме того, чтобы снимать 18 шлюх за ночь. Это реальный факт. Но тогда это был реально топ нападающий, возможно, даже круче, чем нынешний Ибрагимович. То есть он даже был на обложке шестой PES и кличка, прозвище императора ему было дано не зря. То есть Адриана было реально... Все считали, что это преемник Роналдо в сборной, но в итоге он стал алкоголиком. Но там у него были свои проблемы, потому что у него умер отец и... Ну, как говорится, дела семейные. В остальном состав Интера тоже был весьма неплохой. И сейчас многие смеются над Жулио Сезаро, мол, а, дырка, все, старик, 7-1 от Германии. Но, блин, тогда Сезар был реально очень крутым кипером. Вот у него скилл в артаря 91, это говорит о многом. И да, я знаю, что в основном все вот насмешки над этим кипером, они еще и из-за меня, потому что в 13-й PES он был просто ужасен. Но тогда он был реально лучшим кипером в мире. И, кстати, кстати, в этой PES не было общего рейтинга футболистов. То есть в FIFA он был всегда такой общий скилл, такая средняя арифметическая. То тут мы каждого футболиста вот так вот внимательно просматривали, то есть каждый скилл мы его смотрели. То есть вот-вот-вот, то есть общей цифры не было. Это было неудобно, конечно, на фоне FIFA, но соснет хуйца. А чем была крута Барселона? Тем, что там были Месси, Анри и это было просто супер. Месси уже вырастал в топ игрока, в одного из лучших в истории. Анри в 31 год имел скорость 91 и прочие скиллы типа удара просто высочайшие. Ну, а ЭТО был просто лучшим игроком в данной части PES. Скорость, удар, все было на высочайшем уровне. Ну, а Манчестер был крут буквально всем. То есть вратарь, центральные защитники, распасовщики. Ну, какие скиллы, смотрите, ну просто супер. Ну и Руни с Роналду, это просто, ну, без комментариев. Вот поэтому мы брали эти три команды и в основном топили за них. Но вообще лиг было очень мало, как всегда в PES. То есть вот все лиги. Кстати, есть русская лига, но вы не обольщайтесь. Дело в том, что я просто скачал себе какой-то рандомный торрент. И тут, видимо, есть мод на русскую лигу. Ну, в детстве я бы за такой мод, конечно бы, просто бы душу продал бы. Потому что у школьника Антона, кроме души, ничего и не было. Была Бундеслига, но опять-таки это мод. То есть вместо нее, по-моему, была в оригинальной версии португальская лига. То есть, ну, блядь, кому это интересно? Естественно, португальские лиги, вторая лига Италии. Кому это нахер надо? Канами, чем вы, блядь, занимаетесь? То есть сейчас в 16-е PES добавили чилийскую лигу. Кому нужна чилийская лига? В Чили вообще есть компьютеры? Я не знаю, мне кажется, там одни ламы и горы. То есть нет бы взять канами самурайский меч, прийти в офис FIFA, отрезать им яйца и выкупить все лицензии. Просто смешно. Ну и давайте-ка сыграем один матч. Вспомним былые времена, вспомним графон, физику. Так, мой обычный матч это Интер-Барселона. И, господи, ну меню, конечно, просто вырвиглазное. Какие-то, блядь, два ебучих слендермена, обведенные каким-то белым ореолом, словно это ангелочки, сошедшие с небес. Так, состаг меня полностью устраивает. И, кстати, всеми любимый Бабьяни, который просто разрывает жопы в FIFA, у него тут скорость 76, и он просто кусок говна. Футбольчик. Мальчики походят на качку. Какая няша. Ставьте лайк. Она даже лучше той русской с Евро-1012. Такая же блондинистая. Кто-то уже кальян там на стадионе забил, судя по этим дымам. И вот я смотрю на эти лица, и, блин, мне кажется, что за последние лет шесть ни Konami, ни EA Sports толком не сделали революции в плане графики. То есть, да, они там новые эффекты делают, типа... Типа... Там... Теперь у них там бороды развиваются на ветру, капельки пота, усы стали длиннее, татуировочки, форма дребезжит. Но, блин, кому это нахер интересно, если в целом графон не меняется? То есть, газон, блядь, он сейчас точно такой же, только он стал объемным и похожим на кучи зеленого льда, например. То есть, он такой угловатый, и мне кажется, что игрокам больно по нему ходить, потому что он похож на... Даже не на лед, а на капельки... Нет, не на капельки, а на частички левого. Адриана... Адриана, сила удара сейчас не была вам продемонстрирована. Окей, это о, с мячом. Ибра, ну давай, заряжай! Да. Нынешний Ибра такой бы не простил. Да, сейчас в футбольных симах полно анимаций, но, блин, насколько вперед шагнули все другие жанры, и насколько в жопе сейчас по графическим данным, мне кажется, все футсимы именно на ПК. Да, я не играл толком на четвертой блоке в ПЕС и ФИФУ, только видел толком, так, на Ютубе, знаете ли, но, блин, на ПК все это смотрится просто ужасно, то есть... Ну, блин, я думаю, что в этом есть некая логика, потому что разработчики на той же ПЕС, они думают, ну давайте-ка сделаем на ПК порт со старой PlayStation 3, потому что, как бы, у нас игра не самая популярная, если мы сейчас сделаем высокие системники, то мы еще будем в жопе больше, в более глубокой жопе, поэтому давайте-ка сделаем графон по херове. Станкович, бей, Станкович, ну давай! О, да, удар, конечно, жоперские. Так вот, они сделали более слабую графику, чтобы больший объем днищинских компов охватить. Я думаю, что 17-е ПЕС будет портировано с Дэнди, скорее всего. И вот чем ПЕС уже тогда мне больше нравилось, чем ФИФА? Если в ФИФЕ всегда тупо бежал вперед, ну вот я сравнивал именно восьмую часть ФИФЫ и девятую часть ПЕС, потому что я в них играл в одно время, то есть у меня только появился комп, и я в эти игры играл. Вот, если в ФИФЕ всегда тупо бежишь вперед, то есть без разбора, просто всегда вперед, и бьешь, или просто на скорости уходишь, или навешиваешь постоянно, то в ПЕС нужно было комбинировать, нужно было как-то искать ключи к защите, вот такие вот, например, комбинации, видите? А в ФИФЕ, опять-таки, просто бежишь вперед, выбрать пьющего. Ой, сука, у Адриана кнопочка, стрелочка вниз, значит, он просто в говно. Ну, опять, наверное, бухой на поле пришел. Что-то я вам покажу всю его пушку страшную. Бэнс! Эх, кого-то я, наверное, убил. Ну, вот, конечно, то, как они стоят на месте, в стиле зомби в режиме ожидания, блин, это просто было убого. Ну, если еще чуть поностальгировать, то можно вспомнить, что в этой ПЕС, по-моему, впервые появился режим Стань Легендой, и он реально был интересным, потому что это было впервые. Потом, конечно, этот режим мне вообще дико надоел. Очень быстро, потому что бегать за одного истукана-болвана, которому пас дают раз в год, это не очень весело. Но тогда в Бетапевске я играл за какого-то испанца, и даже в сборную меня вызывали. Мне было весело. Ну, блядь, ну, я был школьником, поэтому мне было все интересно. Сейчас я вот зачастую гуляю по двору и смотрю, как в песочнице школьники играют с собачьим дерьмом, и им это весело. То есть я думаю, что мне и то было веселее. Максвелл хорош. Надо бы уже показать класс компьютеру, а то прошло. Наверное, уже лет шесть, как я не играл в эту часть. Надо бы уже вспомнить былые времена. Дзанетти по краю идет, там не самые высокие защитники. Дзанетти на вес. И... И нихуя. Вот сейчас это один-один выходит, но это гол. Это стопроцентный гол. Нет, нет, на месте Сезар. Расхвалил я Самуэля, воспитанника Анджи. Иниесто еще был с волосами. А Камби Ясо уже без волос. Какие были прекрасные времена. Ну, я думаю, что данный видос как раз-таки для тех, кто застал ту песку и те года футбольные. Потому что тем, кто помладше, будет неинтересно, они скажут, что Антана, че за говно, че за графон, какой нахуй Глеб, какой нахуй Сильвини, кто эти люди, какой Камби Ясо, какой-то Вольтер Самуэр, и кто эти такие вообще? Где, блядь, опара? Где Аноха, в конце концов? Где цветные карточки? Где пакцы? На нахуй в лоб. Вот. Так что видос для тех, кто примерно моего возраста и младше, чутка, и постарше. То есть для двух моих подписчиков примерно, потому что остальные сами понимаете. Так, Анри, старичок по флангу идет, ох, какой навес, и тут, и тут, на Месси, Месси бьет, и Сазар еще был неплох, он еще умел хоть что-то ловить. Матерация, которого так многие ненавидят после того момента Зиданом, и Аниеста, боже ж ты мой, что ж творит? И он забивает нам гол, и еще такая фишечка была, что в фифе, в восьмой фифе, почти все голы, но их было мало, то есть там они были очень однотипные, то есть удары, 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 и голы быстро приедались, там не было какого-то рандома, что ли, то есть там была такая физика топорная, то в этой песке физика была крутой, то есть реально рандомные голы были зачастую там от штанг, после каких-то рикошетов, после еще какого-то говна, то в фифе такого не было, но я думаю, это потому, что восьмая фифа, восьмая фифа это порт, по-моему, со второй плейстейшн, то есть с очень старой консолью. И, бро, куда ты, ну он пробил пяткой, но назад, а нет, это был Станкович, это был Станкович, а щедрый судья добавляет целую ноль минут, спасибо вам. Ну, в общем, мы проиграли спустя шесть лет, я такой же жопорук в данной игре. Ну, что ж, дорогие друзья, вот так вот, вот такая вот была раньше песка, она была крутой, она была классной, ей я посвятил лучшие годы своей жизни, в общем, всем удачи, всем пока, с вами был я, Антон Чейз, ставьте лайки, если вам понравилось данное видео, и Таняшка в начале, до встречи, и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok